Это арабские масла, которыми я познакомилась где-то 13-12 лет назад. Сначала это было очень такое прекрасное, с Арабских Эмиратов, с Дубаи, с самых старых районах Дубая, где просто туда на лодках добираются, там в основном индусы, пакистанцы, там вообще не говорят на английском языке. И там именно сосредоточены самые классные, самые качественные масла, неразбавленные. И я начала это привозить себе, это все началось со школы, и как-то так все пошло, у меня пополнялась коллекция, дошла, наверное, где-то вот таких вот флакончиков, у меня где-то более 200 точно есть, но они уже пустые, но у них до сих пор есть вот этот непонятный древесный арабский восточный шлейф, он сохранен, они все пустые, то есть все, уже масло как бы использовано, но они до сих пор хранят вот этот колорит страны. И я решила, что ну надо как-то вот в массе это двигать, и у меня такое было интересное ощущение, я хорошо чувствую людей по энергетике, и вижу, и понимаю цвет тип кожи. Я почему-то понимала, я подбирала сначала сестре, маме, бабушке, тетям, и реально попадала в аромат. Я говорю, Даша, я не понимаю, как ты попадаешь в аромат? Это сначала было вот так вот при личной встрече, когда я видела кожу. Потом я начала создавать инстаграм, и естественно, мне нужно как-то подбирать ароматы. А ароматы подбираются у нас где? В магазинах, в Литуале, в Золотом Яблоке, в Ревгоршину и так далее. То есть вы это слушаете, вы это чувствуете, потом вы это покупаете. И я думаю, как же мне это сделать? И в общем я начала просить фотографии, смотреть на цвет тип кожи человека, и не знаю откуда, у меня стали приходить атмосферы. Вот эти вот именно, реально атмосфера человека, в котором он должен именно парить, ходить. Вот у каждого человека своя энергетическая оболочка, Маша не даст соврать. То есть каждый человек, почему именно Кристину я выбрала, а не какого-то другого коуч-тренера. Потому что она меня привлекла, заинтересовала. И я могла бы ей не предложить масло, допустим. И мне просто захотелось ей это сделать. Если я не захочу, допустим, мне это не понравится человек, я не подберу аромат. Если мне этот человек не понравится. Мне, кстати, вот буквально сейчас, 10 минут назад написала одна девушка, миллионный блогер. Она меня неделю просит, чтобы мы с ней по бартере. То есть по бартеру поработали. Я не могу. Я вот неделю думаю, хожу, что мне ей. Ну она такой восточной достаточно внешности, но мне не лежит к ней душа. Так, это что касается, с чего я всего начинала. Когда я уже начала более-менее углубляться в эту сферу, я прониклась вот этим вот всем. Поняла, что есть несколько вариантов. Либо я это делаю для себя, для души, либо для других людей. Но меньше, естественно, зарабатываю. Потому что на каждого человека я выделяю достаточно очень много времени. Это 2, 3, 4 часа. Иногда у меня думают двое суток, трое суток. И мы вот это вот все ходим, думаем, разнашиваем. Это все через WhatsApp, через фотографии, через разную такую вот, через голоса. Через очень много. То есть у меня девушка бежит, говорит, вот, вот я сейчас с парнем поругалась. Или наоборот, я влюбилась, мне хочется вот этого, а мне вот хочется вот этого. И я говорю, давай, говори мне, что ты хочешь, какую атмосферу, какая вуаль аромата возле тебя должна быть. И мы вот это вот все подбираем. Это очень интересно. Естественно, ароматы должны быть стойкими. Это все зависит от вашей кожи. У каждого человека кислотно-щелочной баланс кожи разный. Тип либо холодный, либо теплый тип кожи. Если вы хорошо загораете, если вы не краснеете, а моментально идете в загар, ну такая вся прям шоколадка, то у вас теплый тип кожи. Если вы холодный, если вы краснеете, загар туда-сюда меняется, это холодный тип кожи. Если у вас руки, ноги холодные в теплое время года, это тоже холодный тип кожи. И на вас ароматы будут хорошо раскрываться в основном такие более сладко-древесные, более фруктовые, такие фужеровые ароматы. Если вы холодного типа, то на вас больше будет раскрываться древесные, еловые, амбровые, мускусные. Это все тоже очень интересно. Это нужно углубляться вот в эти вот все компоненты. Это животные афродизиаки, которые проникают в нашу кожу, сливаются масла. Это же идентичная структура наших сальных желез. Почему именно масло я выбрала? Потому что это ваш собственный аромат. Мы не знаем, как мы пахнем, когда мы выходим. Анти-здрожно. Из душа мы не знаем, как мы пахнем. Мы знаем, как пахнет наш муж, наш ребенок, наш любимый человек, наша мама. Как мы пахнем, мы не знаем. Вот наш собственный аромат. Потому что это в природе так. И масло, нанося на кожу, без молочка, без каких-то дезодорантов, просто чистый аромат кожи. Вот даже можете, ну не знаю, знают, как пахнут грудные дети. Я знаю, как пахнут теперь грудные дети. Или, допустим, запах мамы, или бабушки вот этих вот платочков, да, вот этой деревни. Может быть, я не знаю. Или это уютные какие-то, ну, допустим, бабушка, да, это пирожки. То есть это вот атмосфера, да, это ассоциация. Вот. Я хотела, чтобы каждый человек имел свой собственный индивидуальный аромат. Когда мы наносим парфюм, парфюм закрепляется на поверхности кожи с помощью легких молекул. Это быстро испаряется. Потому что спирт – это легкая молекула. Она испаряется, и какой-то процент парфюмерного концентрата остается на коже. И вот этим мы шлифуем там 2-3 часа. Маслу же, маслу нужно время. То есть мы его наносим обязательно только на теплую кожу, которая разогрета. Это не на улице. Это вот всегда эксперимент проводится дома после душа, когда мы вышли и наносим, либо сюда. Сюда никогда не наносится ни один парфюм, потому что пульс, Кристина знает, шлейф не выбивает. Шлейф, вот эту всю гамму аромата выбивает теплота. В арабских странах у них экология к этому приспособлена, что там такое вот там 45-50, там очень спертый такой воздух. Он очень тяжелый, и за счет сальных желез идет выделение, соединение масла с вашими сальными железами, и после этого идет уже именно ваш аромат. Когда вы наносите парфюм, шлифует только парфюм. Спирт с вашими сальными железами не соединяется. Соединяется идентичная структура масла с вашими сальными железами. Тем более, допустим, если взять волосяную поверхность, да, вот где-то вот эту зону роста волос и шею, здесь она отличается. Потому что волосы имеют такую более некорневую, вот если вот эту часть взять, она более такая, если нанести масло, будет легкая. Потому что кожа в течение дня, она более жирнится, потеет, я не говорю про какой-то там не тот пот, а водичка, да, вода. В течение дня мы выделяем определенную воду, которая соединяется с этим маслом и начинает шлифовать по-другому. Вот, это что касается, почему я выбираю масло, потому что это ваш аромат. Нанести на меня аромат, на любого из вас, это будут совершенно разные нотки через 2-3 часа. К вечеру он раскроется по-другому. На следующее утро, даже если вы помоете голову, этот аромат тоже будет шлифовать. Он никуда не уйдет, он начинает пропитываться. Там через 2-3 часа из-за того, что это ваш аромат стал, а он станет вашим, потому что произойдет соединение с кожей. Вы перестанете его чувствовать, но другие, они будут ощущать этот шлейф, потому что масло, это тяжелая частичка молекулярная. Она такая, прям вот, сразу ее не вымыть, ее не выстирать, с кожи она не стирается. Буквально, не знаю, 2-3 раза я мою точно руки, когда я разливаю масло, и все равно невозможно. В еду куда-то, где-то что-то, тарелку я возьму, это попадает, даже если я там 5-6 раз выму руки, и не разолью, а просто флакончики вот эти трогаю. Если кто-то подойдет, ну, допустим, не знаю, там взять пакетик. Так, я что-то нажала тут. Да, красный. Пахнет? Вот, то есть через вот это железо, пока я там везла, проникают пары масла и переходят в любую структуру, в любую, в картон, во что угодно. Парфюм так шлифовать не будет. Там, дай понюхать, понюхать пакетик. Так, арабы, естественно, очень любят тяжелые такие, очень шлейфовые ароматы, плюс экология позволяет, аромат распаривается, шлифует и создает прям такую колоритную арабскую прям вот атмосферу. Так, и чем хороши, в принципе, арабские ароматы? Они создают селективные аналоги. То есть, если у нас, допустим, стоит очень дорого какой-то селективный аромат в золотом яблоке, либо в цуме, и девушка не может его себе позволить, но очень-очень хочет. Для этого арабы и придумали маленький разлив. Они никогда не разливают 20, 30, 40, 50 мл, потому что это чистые концентраты. Здесь идет выжимка из специй, из ягод, фруктов, древесины, животных феромонов. И добавляется определенный, естественно, консервант. Без этого никуда, потому что эти ингредиенты соединяются, и он как бы не может храниться. И все равно идет консервант определенный. Вот, и вот эти маленькие пробнички дают возможность любому человеку реально купить очень дорогой аромат. Выбрать из нескольких и пойти, либо купить оригинал за 30 тысяч, либо все-таки пользоваться уже масляным концентратом. Что мне еще нравится в масле? Что это, даже если у нас не пробник, а, допустим, вот такой вот флакончик, то арабские женщины, они эту процедуру нанесения аромата на себя, как бы, это ритуал особенный. Это не просто попшикался и пошел, или так вот прям на улице, или в метро. Нет, это реальная подготовка выхода из дома. Это особая такая вот аура, атмосфера. Они уже наполняются вот этим ароматом, и они прям в нем кайфуют. И мне это очень понравилось. Я это прям видела, как они это наносят, открывают. Эта палочка вот сюда, вот, вот сюда. И этим они, мужчины, очаровывают. И сами женщины подходят и спрашивают. Кстати, что хорошо у арабских женщин, и я всегда это замечала. Наша женщина обсуждает, так, ну, что она в черном, в Абайе, ну, что ей там, там, Прадо, там, я не знаю, Диор. Зачем ей это надо? Я это слышала, прям своими вот ушами, лет в 16, когда... А она ко мне подошла, у меня были рыжие такие длинные волосы. Она ко мне подошла, говорит, какие у вас волосы красивые. Разный у женщин подход. Да, у женщин разный подход. Ну, я думала, что арабские женщины более такие. Но она говорит, я спросила про аромат, я вам сейчас все расскажу. Ну, естественно, все на английском языке. Вот, это половина на арабском, я ничего не поняла. Вот, и они настолько, вот, меня вдохновили вот этим вот подходом к этому аромаделу, к этим маслам, как они с вечера готовят. Если нас погладили, повесили на вешалку и как бы утром надели, нет. У них есть специальная комнатка, куда они вешают одежду, прокуривают бахуром. Бахур – это процесс гниения дерева, кора достается, ферментируется, и выходит очень вкусный, такой нежный, древесный, зависит от возраста дерева, аромат. Это все прокуривается. И утром достается эта одежда из этого уголка. Мажем сюда, сюда наносим на теплое, только на шею всегда, потому что у нас теплая шея, грудная зона, затылочная часть, зона роста волос на затылке. И это начинает все вместе работать. И тогда это прям реально получается кайф. Также они мне рассказали очень много секретов нанесения арабских масел. И под всем вот этим я поняла, что это нужно приносить в Москву. В принципе, это у нас здесь есть везде. Эти арабские масла, они продаются. Есть много точек. И поставщики всего где-то 5 или 6 стран-поставщиков. Это Дубай, Турция, Швейцария, Швеция, Саудовская Аравия и Чехия. Да, кажется. И я заказывала только Дубай, Турция, Саудовская Аравия и Швейцария. Из всех этих стран самый качественный, это Саудовская Аравия, они производят самый качественный арабский парфюм, который прям вот такой тяжелый, древесный, насыщенный, с феромонами. Они не жалеют ингредиентов именно дорогих. Они берут деньги за это, масла дорогие, но они туда вкладывают качество. Что делает Дубай? Дубай делает больше на массовость, чуть-чуть, конечно, разбавляют, держится аромат 3-4 где-то часа, ну и как бы все. Самый качественный это арабский аромат, Саудовская Аравия и Швейцария. Швейцария, ну не подделывает, можно сказать и подделывает, в принципе, потому что они, только появляется аромат на рынке, если Саудовская Аравия заходит, просто там сосредоточены заводы парфюмерии. Вот, и если им нравится, допустим, определенный аромат, они его делают в концентрации масла. Если он популярный, потому что в мусульманских странах это запрещено, спирт используйте, да, если даже если это идет на спиртовой основе, если это идет парфюм, то все равно идет масляная, спиртовая какая-то совокупная основа. Вот, и это очень дорогие духи идут. И все-таки они, вот эти вот духи, которые на парфюме, да, которые всем клиентам говорю, а это вода, это не, это компот, и все, что связано со спиртом. В Арабских Эмиратах заводские парфюмы делают хорошо. Если вы встретите, там, не знаю, в красном дереве, то есть вот есть такие островки, которые, допустим, Аль-Хара-Маин, ты, может быть, знаешь, или там, ну, когда будешь проходить, обратишь внимание, много очень там Аль-Кайф, есть такие бренды, как у нас, допустим, которые производят парфюм на основе масла. Они качественные, но не разливные масла Дубая, потому что они их разбавляют. Хоть, я не знаю, литр самого там высококачественного оливкового масла, которое там рафинированное, будет там самого крутого, там, итальянского, стоит в разы дешевле, чем будет там 50 миллилитров вот такого парфюмерного концентрата. Поэтому я всегда говорю, меня там спрашивали, Даша, почему нет Диора, почему нет Шанель? Потому что если вы закажете даже там 10-15 миллилитров Шанель или Диор в масляном концентрате, это будет дороже самого оригинала. Поэтому это, ну, если хотите, пожалуйста, но я это не советую. Я всегда привожу такие ароматы, которые сейчас на рынке очень редкие. После этого, как я стала это всё привозить, я начала мешать ароматы. Вот, собственно, Кристина на себе это прочувствовала. Вот, это на самом деле опасная штука, потому что... Чего? Нет, потому что у масла, у масел, хоть какое масло не было, у них всё-таки разная концентрация ингредиентов, а что-то переглушает и становится, ну, скажу прямо, в общем, от человека может запахнуть потом, если вот неправильно нанести масло, либо, допустим, неправильно подобрать масло, оно не на каждом человеке заиграет. Вот, вот такая вот, собственно, моя специфика. Вот, насчёт маркетплейса, что бы я хотела здесь уже сделать? Скорее всего, разливать в массовость аналоги наших дорогих брендов. Может быть, конечно, и мешать ароматы создавать, но это уже будет, мне кажется, более такой индивидуальный личный подход. Это я хобби для себя оставлю. Вот. Ценность, может быть, я так ощутила своей работы, заключалась в том, что я получала от своих клиентов, ну, вот, допустим, мне понравилась какая-то вещь или даже ароматы, я тоже в духе заказывала. Если мне понравилось, ну, я ничего не напишу. Если мне не понравилось, я напишу жалобу или возврат, ну, или максимум спасибо. Максимум спасибо. Да, русский менталитет. Ну, максимум спасибо, всё пришло, как бы, всё нормально. Но, может быть, из-за того, что я трачу столько времени, и мои клиенты это ценят. Вот такие вот мемуары, которые я не прослушиваю, ну, у меня не хватает на это времени уже, как бы, несмотря на то, что я их всех очень люблю и уважаю. Пишут, ладно, прослушивать, а не пишут. Вот такие вот текста, эссе просто, что тут у меня ребёнок забрал в садик, у меня животные с ума сходят. Кстати, показатель животных, что они реально льстятся к этим маслам, потому что там содержатся феромоны животного происхождения. То есть, если животному дать, он начнёт перед ним вот так вот, весь как перед мятой, выёживаться, выкаблучиваться, кататься. Они будут чувствовать своё животное нутро. Вот. И когда вот это вот всё пошло дело, что они начали, вот эти клиенты, такие вот, в принципе, женщины, они все перед друг другом соревнуются, отдавать такую теплоту, энергетику, оно меня начало подзаряжать ещё больше, ещё больше, ещё больше. И самый кайф был в том, что я не шла на массовость. То есть, а, заказала, ладно, не понравилось, другая пошла. То есть, ну, я пыталась сохранить, и у меня уже на протяжении пяти лет, наверное, ну, человек 300, наверное, постоянных клиентов, которые... А, изначально забыла сказать, я пять лет здесь прожила в Москве, потом уехала в Турцию, в общем, там, отклонение от нормы пошло, вот, немножко. И я стала приглашать, несмотря на свой риск, страх, что девочка живёт одна в Москве, я устраивала дома сначала, прям, ну, то есть, через геолокацию, приглашала женщин, подружек, они все приходили ко мне домой, я заваривала турецкий кофе, мы сидели часами, я говорила, не нужно сегодня брать, я вас сегодня намазывала, вы идите в метро, домой, куда угодно, потом вы мне скажете, что... То есть, когда человек приходит в магазин, и с ним работает консультант 10 минут, у него уже такое состояние, блин, что-то надо взять, мне как-то неудобно, и как отойти там, я их свободно, спокойно отпускаю, говорю, девочки, всё, два часа прошло, там максимум четыре аромата я на вас нанесу, и у вас уже всё, у вас уже вкусовые вот эти вот нюхательные рецепторы, они забьются, вы перестанете различать ароматы. Поэтому я их отпускала, естественно, они там, мне вот это, мне вот это, мне вот это, даже я девочек останавливала, у Кристины сестра набрала шесть ароматов, но она просто вот, хочу вот это вот всё, чтобы сразу попробовать, я говорю, не надо врать, ну как бы, или бы если я, она берёт, например, в определённом там ракурсе одной линии ароматов, да, там, и потом бац, и самый такой терпкий, я говорю, нет, это не нужно, то есть я останавливаю от определённого выбора себе как бы в убыток, то есть я понимаю, ну мне не будет в пользу, если он придёт, ну блин, что-то не очень. Был один момент, когда, ну таких моментов много, но я чаще останавливаю, мне просто клиентка пишет, мне вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, да, я говорю, хорошо, значит она знает эти ароматы, значит она их слышала в оригинале, она хочет попробовать в масле, нет, она просто их выбрала, она вообще не знала, что это такое, ну как бы вот набрала и всё, блин, мне вообще ничего не подошло, нужно было слушать вас, ну, извините, тут уже не я, да, ну всё-таки я подобрала, и мы сделали обмен, то есть вот всё равно я иду на какие-то уступки, это было до пандемии, а так я, конечно, стараюсь, все ароматы находятся в больших тарах, это я сегодня просто подготовила для вас, такие вот миниатюрки, чтобы вы послушали, а так они находятся в больших, таких купированных тарах, которые в металлических, очень хорошо сохраняют аромат, долгое время, там масло может храниться до 5 лет, но всё равно оно, свойство вот этих ингредиентов, оно всё-таки теряется, поэтому масло разливается в маленьких, в маленьких объёмах, вот, максимум там до 30 мл. Ну что, послушаем?